уважаемые студенты приветствую вас вновь и мы продолжаем курс лекции по культурологии тема данной лекции анатомия культуры напомню что на прошлой лекции мы рассматривали семиотику культуры в рамках которым рассмотрели некоторые аспекты что есть анатомия культуры это что обозначает слово анатомия анатомия как известно это строение и форм и поэтому в данной лекции мы рассмотрим пространство в котором функционирует культура и форм ее существование начнем с того что под культурным пространством понимается все множество феноменов культуры все взаимодействующие друг с другом культуры национальные национальные это могут быть культурные общности и цивилизации то есть пространство культуры это все что происходит в культурной жизни общества пространство культуры имеет структуру и структура придает любому происходящему явлению три оценки когнитивные ценностные и регулятивные мы говорим когнитивные смыслы ценностные смыслы и регулятивные то есть все что происходит в культуре любой факт любое явление рассматривается на оси этих трех смыслов большинстве случаев феномена культуры имеет конфигурации которые мы называем формами культуры и на современном этапе в каждой достаточно развитой культуре вычленяются такие ее особые формы как массовая и элитарная культура что есть элитарная культура элитарная здесь используется французское слово элит что обозначает лучше и исходя из слова элитарная культура это вот то что предназначено для узкого круга то что предназначено для узкого круга ценителей для удобства есть такая фраза что искусство ради искусства элитарная культура искусство ради искусства рассчитывается на то что понять ее сможет только избранный круг то есть не основная масса поэтому вообще элитарная культура претендует на то что она стоит над обыденностью что она позиция занимает позицию некого высшего суда в отношении социальных проблем в отношении политических проблем и вообще нужно сказать что концепции элитарной культуры мы находим в трудах шопенгауру артура шопенгауру напомню его произведение называется мир как воля и представление а также в трудах нитши так говорил заратустро артур шопенгауру делит человечество на две части это люди гений это люди пользы первые люди гения способны к эстетическому созерцанию они способны к художественной деятельности вторые ориентированы только на чисто практическую утилитарную деятельность и в двадцатом веке эту элитарную концепцию культуры резюмировал ортега и гасит и в своей работе он утверждает что новое искусство кстати это испанский философ и его труд называется дегуманизация искусства так вот он говорит что новое искусство обращено элите они к массе поэтому не обязательно искусство должно быть популярным и она не обязательно должно быть понято всеми то есть новое искусство оно как бы должно отчуждать людей от реальной жизни это термин сам дегуманизации дегуманизация говорит ортега это есть основа нового искусства двадцатого века и в селяют публику на два класса говорит нам ортега тех кто понимает и тех кто не понимает то есть первые художники и те кто художниками не является причем элита у ортеги это не родовая аристократия это не какие-то привилегированные слои это та часть общества которое обладает неким особым органом восприятия именно эта часть способствует общественному прогрессу именно к ней должны обращаться своими произведениями художники что касается массовой культуры массовая культура массовая культура называют такой вид продукции которая каждый день производится больших количествах это совокупности явлений культуры в двадцатом веке это особенности производства культурных ценностей в индустриальном обществе то есть это все то что рассчитано на массовое потребление вообще существование массовой культуры основывается на сми средства массовой информации и на так называемых технических видах искусства кино видео нужно признать что массовая культура это индикатор состояния общества мы можем понять каковы заблуждения данного общества каковы его типичные формы поведения мы можем понять по массовой культуре такие стереотипы существуют в данной культуре и вообще какова система ценности с одной стороны кажется что массовая культура несет такой развлекательный характер да и она выполняет функцию снятия напряжения функцию снятия стресса у человека который живет вот в этом ускоряющейся мире но на самом деле массовая культура она не столько заполняет досуг сколько стимулирует потребительское сознание у зрителя массовая культура способствует тому что возникает тип пассивного человека который не критически воспринимает культуру то есть формируется личность сознанием который легко манипулировать эмоции которые легко направлять в нужную сторону иными словами массовая культура эксплуатирует инстинкты эксплуатирует подсознание чувства человека да и некие экзистенциальные чувства чувства одиночества страха самосохранения вот те струны на чем играет массовая культура а как это происходит это происходит путем создания героя некого стереотипа неких каких канонов да вот мы говорим 90 60 90 скажем тоже один из канонов фигуры и массовая культура создает и некий бренд создает героя и подводит к тому что появляется идолопоклонство то есть такой искусственный бог искусственные звезды и возникает толпа поклонников в этом плане массовая художественная культура воплощает в себе вот этот человеческий миф миф о счастливом мире но дело в том что массовая культура не предлагает строить такой мир ее задача предложить уже готовый мир в который человек может убежать от реальности у разных народов в разные исторические периоды существовали различные культурные формы люди в них находят средства для того чтобы удовлетворить свои потребности к таким формам мы прежде всего относим мифологию религию искусство философии в духовной культуре человек по сравнению допустим с другими областями получает очень большую свободу для своего творчества то есть именно в творчестве разум и в духовности разум человека не связан никакими практическими соображениями свобода творчества проявляется в древних мифах миф зародыш всей духовной культуры миф продолжает жить в культуре на протяжении всей ее истории и до сегодняшнего момента мы говорим что есть современные мифы слово миф также греческого происхождения и она обозначает буквально сказание или предание миф на самом деле это вымысел принимаемый за правду но это некий код вот мы говорили с вами о понятии культурный код на предыдущем на предыдущей лекции то есть это нечто что содержит информацию в контексте между строк миф это вымысел принимаемый за правду вот такое определение довольно таки расплывчатая когда она содержит в себе парадокс люди той культуры в которой миф рождается живет и воспринимает ее как правда они верят в него они думают что так и есть и них по своей сути предназначен служить знанием того что есть на самом деле это и есть принципиальное отличие вообще в каждом человеке изначально заложено вот это стремление к самореализации это стремление может осуществиться или может не осуществиться в силу каких-то условий но она это стремление есть у каждого человека это это обусловлено его природой естественно что человеку необходимы ориентиры с которыми он будет соотносить свою деятельность да если человек совершает какие-то поступки если он побеждает или если он проигрывает в каких-то жизненных ситуациях если он чего-то достигает он всегда соотносит себя с неким идеал то есть должен присутствовать идеал изменчивость человека человек очень противоречив да противоречивые его желания разнообразные его взгляды и все это конечно отображается в мире культуры но опять-таки в силу этой же противоречивости изменчивости культура конечно не могла бы не способна была удовлетворить потребность человека в вечном в абсолютном если бы не существовала религия и пришла пора поговорить о том что есть религия и как религия отличается от мифа и так религия представляет собой систему идей системы вирования системы представлений но эти представления эти представления могут быть выражены и в мифах и в мифах и в то же время разработаны богословской системе и опять-таки религия это особая духовная жизнь это некий внутренний мистический опыт понять почувствовать открыть для себя законы может только истинно верующий да то есть услышать бога и понять религию можно только изнутри будучи верующим человеком и и для него что-то конечно останется загадкой чудом тайной но человеку необходима вот эта встреча которая превышает его собственное его собственную реальность ему необходимо вот это понятие и это встреча со сверхъестественным и я говорю о боге и в зависимости от того как развивается гуманитарное знание было выдвинуто очень много теории о том а как же произошла религия и вот коротко это натуралистическая гипотеза о том что идея бога вообще возникла из-за того что у человека был страх перед всем тем что его окружает это а не мистическая теория и она говорит о том что пытался объяснить свои сновидения обмороки галлюцинации и еще одна гипотеза ну кстати марксистская гипотеза где религия представляется как отражение в умах людей материальных условий существования помните религия это опиум для народа не нечто что одурманивает его и уводит от реальности очень важно отметить что религия всегда подразумевает осознанный выбор и встреча с религией требует от человека очень высокого уровня духовной подготовки она требует от него опыта и нужно сказать что слепая вера вера которая не подкреплена знанием она часто приводит к заблуждениям и трагедия вообще незнание приводит тому что человек ищет бога там где его нет и мы можем говорить о наличии неких религиозных суррогатах и человек ищет много в организациях которые под видом религиозных занимаются подавлением человеческой личности организациях у которых главная цель это нажила путем эксплуатации религиозных чувств и я здесь говорю о сектах человек попавший в тоталитарную секту рискуют лишиться вообще возможности жить и реализовываться как самостоятельный субъект и далее именно ценностное отношение к миру определяет специфику культуры как явление когда мы изучаем культуру через анализ ее ценностного содержания мы должны учитывать один важный момент любая ценность предполагает норму норму по ее реализации но это рациональный скажем формализованный регулятор поведения людей на чем основана норма как правило на традициях на этикете на каких-то языковых правилах норма поддерживается в социуме такими установками что так принято так заведено так нужно наверное часто своих родителей вы слышали эти фразы но нужно сказать что нормы могут иметь еще и разрушительный изобретительный характер они могут быть формальными и неформальными но в любом случае норма выполняет регулятивную функцию и выражает важнейшее назначение культуры быть способом на биологического регулирования поведения сама регулятивная функция может реализовываться в двух формах социально регулирующей и технологической и вообще когда мы говорим о тех пластах как искусство культура и религия одна из самых главных функций регулятивная функция что ж на этом все уважаемые студенты мы с вами поговорим об этом подробнее на семинар всего хорошего